В эфире Москва Баку сегодня. Рассказываем о главных событиях дня. Россия играет очень важную роль для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Баку позитивно оценивает действия Москвы. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире телеканала Россия 1 в воскресной программе Москва-Кремль-Путин, комментируя итоги переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи. Встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна прошла спустя год после подписания трехстороннего соглашения о прекращении военных действий в Карабахе. Мы очень позитивно оцениваем в Азербайджане. Об этом я сегодня сказал и во время встречи. Россия играет очень важную роль для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. И то совместное заявление, которое было принято по итогам встречи, как раз об этом говорит. О разблокировании транспортных путей, о шагах в деле подготовки работы комиссии по делимитации. Это все те темы, которые Азербайджан неоднократно выдвигал и Россия всегда поддерживала. Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна в минувшую пятницу продлились в Сочи около трех часов. Это была их первая очная встреча после 11 января, когда политики в таком же формате встретились в Москве. Лидеры трех стран обсудили ход реализации договоренностей по регулированию в Карабахе, достигнутых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание на встречу было уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. По итогам переговоров стороны подписали совместное трехстороннее заявление, которое, по общему мнению, будет способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе. Мы договорились по ряду вопросов, которые, я считаю, ключевыми. Первый из них – это создание механизмов до конца этого года, мы договорились это сделать, механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Никаких препятствий для создания этих механизмов нет. Второе, на что хотел бы обратить внимание, есть очень важный чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера, и здесь мы тоже заметно продвинулись вперед. Ну и, наконец, третье заключается в том, что мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей и, прежде всего, в качестве первого шага, говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения. Я думаю, что здесь мы должны поблагодарить наших вице-премьеров, которые работают над этим вопросом уже в течение достаточно долгого времени, и на следующей неделе, это очередная наша договоренность, они соберутся в Москве для того, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях, которые мы сегодня согласовали. В заключении встречу Владимир Путин подарил Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну оливковую ветвь как символ мира. Вот слева от меня, видите, наш подарок и армянским друзьям, и азербайджанским друзьям, оливковую ветвь, которая символизирует мир и благополучие. Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом. В ходе 15-го саммита Организации экономического сотрудничества ОС, который накануне состоялся в Ашхабаде и в котором приняли участие лидеры 10 стран, включая Иран, Пакистан, Турцию, Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, была подписана совместная декларация «Ашхабадский консенсус действий». В ней, помимо прочего, были обозначены положения, касающиеся победы Азербайджана во Второй Карабахской войне. В тексте декларации говорится следующее. Поздравляю правительство и народ Азербайджанской республики с освобождением оккупированных территорий и восстановлением территориальной целостности страны и полагая, что это проложит путь к устойчивому миру и экономическому процветанию в Кавказском регионе через установление добрососедских отношений. Призываем государство-члены изучить возможности инвестирования в проекты восстановления и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджанской республики. Отметим, что в ходе заседания Организации экономического сотрудничества президент Азербайджан Ильхам Алиев встретился с президентом Турции Раджебом Тайпом Эрдоганом. Между президентами состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии связи между странами в различных областях, а также процессах, происходящих на Южном Кавказе в постконфликтный период и нынешней ситуации. Лидеры также обсудили энергетические и транспортные вопросы. Кроме того, на полях саммита ОС азербайджанский лидер Ильхам Алиев провел встречу с иранским коллегой Ибрахимом Рейси. Это была первая встреча Ильхама Алиева и Исейда Ибрахима Рейси. В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в рамках транспортного коридора Север-Юг, а также Зангизурского транспортного коридора. Азербайджанский лидер отметил, что реализация Зангизурского коридора будет выгодна Ирану, который сможет воспользоваться этой транспортной артерией. На последнем саммите Организации экономического сотрудничества я проинформировал моих коллег о Зангизурском коридоре. Сегодня могу сказать, что Зангизурский коридор становится реальностью. Эта новая транспортная инфраструктура станет важной частью коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Уверен, что страны-члены Организации экономического сотрудничества будут пользоваться данным коридором. Добавим, что также на саммите ОС был подписан документ, касающийся своповых поставок туркменского газа в Азербайджан через Иран. Президент Азербайджана назвал документ историческим и важным для всех соседей и партнеров. Подписанный документ имеет важное значение. Это исторический документ. Он показывает, насколько глубоки азербайджано-иранские связи. Азербайджан будет получать туркменский газ через Иран. Это хорошая почва для трехстороннего сотрудничества. Подписанный документ важен с точки зрения экономической и энергетической безопасности. Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от полутора до двух миллиардов кубометров газа. Контракт бессрочный. Его реализация начнется с 22 декабря текущего года. Двое военнослужащих внутренних войск МВД Азербайджана накануне 28 ноября подорвались на мини Физулинском районе. В тот же день об этом сообщила генпрокуратура Азербайджана. По данным ведмства, военнослужащие Сариб и Мурат Мамедзаде подорвались на противопехотной мини в селе Шукюр-Били Физулинского района. После инцидента они были срочно отправлены в военный госпиталь Физули и прооперированы. К сожалению, врачи вынуждены были ампутировать каждому пострадавшему сверхсрочнику по одной ноге. В настоящее время состояние обоих оценивается как стабильно тяжелое. По данному факту, в местной прокуратуре проводится расследование. Кстати сказать, сегодня в Джибраильском районе на мини подорвался мирный житель. Он был госпитализирован с различными травмами. Врачи провели операцию. К сожалению, часть ноги потерпевшего также спасти не удалось. Отметим, что на освобожденных территориях Азербайджана специалисты по разминированию продолжают работы по очистке от неразорвавшихся боеприпасов и мин. Саперы работают в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губаглинском, Джибраильском и Зангеландском районах. Только за последние пять дней саперами там были обнаружены необезвреженным одна противопехотная, 36 противотанковых мин и 14 неразорвавшихся боеприпасов. А за истекшую неделю на минах, установленных Арменией на прежде оккупированных территориях, подорвались семь человек, среди которых военные, специалисты по разминированию и гражданские лица. Всего же, согласно официальной информации, за период после завершения боевых действий в ноябре прошлого года на минах подорвались около 180 человек, более 30 из них погибли. Напомним, что на недавней трехсторонней встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи снова поднимался вопрос о передаче Ереванам полных карт минных полей. По мнению азербайджанского лидера Ильхама Алиева, разминирование освобожденных территорий является на текущий момент одним из важных шагов для возвращения переселенцев и установлению мирной жизни в регионе. Сегодня 29 ноября исполнилось бы 93 года известному советскому и азербайджанскому художнику, вице-президенту Российской академии художеств Таиру Салахову. Напомним, художник скончался 21 мая 2021 года в одной из клиник Германии после продолжительной болезни. Похоронен он на первой аллее почетного захоронения в Баку. Таир Салахов является основоположником сурового стиля в живописи. Он создал цикл произведений о нефтяниках Азербайджана с вахтой, утренний эшелон, ремонтники. Он является автором портретов композиторов Дмитрия Шестаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы. Также художник любил запечатлеть на своих холстах пейзажи родного Абширона. Салахов создавал декорации к различным спектаклям и участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве. В родном городе художника Баку работает его дом-музей. Он располагается в исторической части столицы Азербайджана в Ичери-Шехер, в доме, в котором родился и вырос Таир Салахов. Незадолго до своей кончины Таир Салахов побывал в гостях у портала Москва-Баку. В интервью с особой теплотой и трепетом вспоминал родной Баку и старый город. Как сильно изменился город за последнее время и сколько еще предстоит сделать? Баку, знаете, он преобразился. Дома, архитектура, старый город, я хочу сказать, пригород, дороги, водоснабжение, электричество, все это, знаете, требует огромного внимания и очень многое сделано, понимаете, очень многое сделано. Но я думаю, что и у президента, и у его супруги, Михаил Банков, она первая вице-президент, у них много забот, еще много забот. Субтитры создавал DimaTorzok